Пушкин 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 За столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнением хозяина. Некоторые пытались было ему подражать, но Кирилл Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям. И Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Так уж случилось, но в то время, когда Пушкин работал над Романом, ему в руки попало подлинное судебное дело, возникшее между подполковником Крюковым и поручиком Муратовым, рассматривавшееся в октябре 1832 года в Козловском уездном суде. Уехав из Москвы в начале октября, Александр Сергеевич был в Петербурге 13 октября. 21 октября Пушкин начинает работать над Романом и за 20 дней до 11 ноября 1832 года пишет 8 глав романа, причем во вторую главу включает полностью, безо всяких переделок, лишь заменив фамилию, копию решения Козловского уездного суда. Послушайте, как звучит документ той эпохи. Октября 27 дня уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову сыну Троекурову. Из коего дела видно, означенный генерал-аншеф Троекуров июня 9 дня взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров, служивший в то время в наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, которое селение тогда по ревизии называлось кистеневскими выселками, ценою за 2500 рублей, на что купчая в тот же день в палате суда и расправы совершена. Ныне же, по выходе совсем из службы в отставку и по возвращении в имение отца его, Троекуров находит, что из числа таковых имений владеет без всяких укреплений гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав в помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его Троекурово распоряжение. Вся жизнь Пушкина, от рождения до смерти, связана с Псковской землей, знаменитым Михайловским, где в сущности Пушкин родился второй раз на свете. Ни для житейского волнения, ни для корысти, ни для битв мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Если до приезда в Михайловское Пушкин просто был хороший поэт, модный поэт Александр Сергеевич Пушкин, то здесь родился великий национальный народный поэт. И эта народность пришла ему отовсюду, от скамейки, от яблони, от качели, от пасеки, от кузницы, от вольера, от ото всего, где вот этот самый труд, как главная ведущая сила земного бытия. Пушкин полюбил здесь народ. Сколько легенд, сколько рассказов о добром Пушкине. Все это собиралось сто лет после смерти Пушкина, когда еще живы были люди, которые были в контакте с Пушкиным, в гости, к которым приходил. Как они прекрасно рассказывали о Пушкине, который любил входить в избу, стучался, спрашивал, есть кто дома? Никто ему не отвечал. Он вновь стучался, и ответ им был крик ребенка, который был оставлен в люльке, а родители ушли на поле работать. И он брал ребенка, выходил с ним, садился на завалинку и напевал ему какие-то песни, и эту главную песню доброго человека. Ба-ё-бай, колыбельная. Пушкин был первым из окрестных помещиков, который, входя в крестьянскую избу, говорил здравствуйте и протягивал каждому руку. Сколько легенд об этом сказано. Сколько об этом рассказов, об этом удивительном добром жесте. Ведь не надо забывать, что вокруг были рабы. А Пушкин впервые делал этот великий посев души народа. Все мы люди, все мы братья, все должны друг другу руку сжать, должны взаимно помогать. И он об этом пишет, о том, что придет пора, придет золотое время, когда именно настанет вот эта дружба, товарищество и взаимное уважение людей. Здесь он увидел такое, чего не смог увидеть ни Радищев, ни декабристы. А что? Он увидел крестьянские волнения в действии. Когда произошел суд над декабристами, их разгром, молва ведь пошла по всей России. А за что же царь-батюшка-то повесил-то их? А почему же сослал, да еще говорил народ, тысячи их? Не сотни, а тысячи. На то оно и легенда. А за что? За что? И на базарах, и на ярмарках, и слуги декабристов, и хлакеи, ездовые, и все среди народа рассказывали, за что же все это произошло. За правду. И разгневанный народ в 1826 году, в последний год пребывания Пушкина в ссылке, взорвался. Он видел, как мимо Святогорья, мимо Святогорского монастыря, проходили колонны солдат, вооруженных до зубов, которые направлялись из Петербурга для разгрома восставших, для усмирения мятежников, для ловни разбойников. Замысел романа подсказан действительным происшествием. Один белорусский небогатый дворянин по фамилии Островский, судившийся с соседом за земли, был вытеснен из имения и, оставшись с одними дворовыми, стал грабить сперва подьячьих, что значит чиновников, суда, а затем и других. В первоначальном плане романа герой фигурирует под фамилией Островского, измененный затем на Андрея Дубровского, и потом уже назван Дубровским. Фамилия, очевидно, была подсказана Пушкину псковскими преданиями о бунте крестьян помещика Дубровского, оказавших вооруженное сопротивление присланной воинской команде и заявивших, что они по наказу Дубровского будут бить помещиков. Он все это хорошо видел, но мы можем задать вопрос, а почему же он молчал? Да потому что одновременно вокруг Пушкина разросся такой шпионаж. Были подосланы люди, чтобы следить, а Пушкин-то не участвует ли в этом, как руководитель, как декабрист? Вот какая обстановка вокруг Пушкина. Вот почему он осторожен в своих высказываниях. Он, хорошо помня, как за одно слово слетали головы, и люди отправлялись дороги и ссылки, и поэтому, накапливая у себя впечатления, делая незримые записи в своей памяти о всей подлости, о всем негодяйстве местных помещиков, он постепенно собрал удивительный материал. Псковщина была краем бескультурья, серости и всего, чего помещище сердце ходит. Захотел один помещик создать свою армию, изобрести форму для своих войск? Сделал. Захотел войско привезти в движение и отправиться завоевывать какой-нибудь Псковский город? И сделал это. Впереди шли барабанщики, ехал оркестр, тащили артиллерию, сам в виде императора римского ехал, и завоевывали не что другое, как Псковский город на Воржев. Оттуда на блюде выносили ключи, сдаточную грамоту, вот такой дуростью занимались. Все было позволено. Вы скажете, а как же суд? Ну что ж суд? Суд разбирал, переносил из месяца в месяц, из года в год пересмотр, недосмотр, то да все, пятое-десятое, а потом это дело закрывалось задавностью. И, конечно, пришел момент, когда терпению народа подошел конец, и он взбунтовался. И отсюда вот одна из причин вот этих псковских народных восстаний, которые захватили почти всю Псковскую область. Оракулы веков Здесь вопрошаю вас. В уединении величавом слышнее ваш отрадный глаз. Он гонит лени, сон угрюмый, к трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине. Но мысль ужасная Здесь душу омрачает. Среди цветущих ниф и гор Друг человечества печально замечает Везде невежество, убийственный позор. Не видя слез, Не внемля стона На пагубу людей, Избранная судьбой, Здесь барство дикое, Бесчувство, без закона, Присвоило себе Насильственной лозой И труд, и собственность, И время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, Покорствуя бичам, Здесь рабство тощее Влочится по браздам Неумолимого владельца. Здесь тягостный ерем До гроба все влекут. Надежд и склонностей В душе питать не смея, Здесь девы юные цветут Для прихоти бесчувственной злодея. Опора милая стареющих отцов, Молодые сыновья, Товарищи трудов, Из хижины родной Идут с собой умножить Дворовые толпы Измученных рабов. О, если б голос мой Умел сердца тревожить, Почто в груди моей горит Бесплодный жар, И не дан мне судьбой Ветийство грозный дар. Увижу, лёд, друзья, Народ неугнетённый, И рабство падшее По манию царя И над отечеством Свободы просвещенной. Взойдёт ли, наконец, Прекрасная заря? Пушкин был свидетелем Больших волнений Во время поездки В 1830 году в Болдино. Холера и волна восстаний Прокатились тогда По всей России. Народ подавленный, раздражён, Писал Пушкин, Вернувшись в Москву 9 декабря 1830 года. Народ ропщит, Пишет он в заметках О холере 1831 года. За десятилетия с небольшим, Истекшие после создания В 1819 году деревни Пушкин многое видел И испытал. Был глубоко потрясён Жестокой и беспощадной Расправой с восставшими. Тема восстания народного, Тема народного гнева, Она заинтересовала В Пушкина Михайловского, Просто потому, что он Увидел это визуально. Потом он подойдёт К Дубровскому, Подойдёт к Пугачёву, Капитанской дочке, И многие наблюдения За характером народа, За поведением народа, За нюансами человеческой души, Его в речи, Всё, найдут своё отражение там. Поэтому, когда вы Под впечатлением, Скажем, вот этой Обретённой народности Пушкина в Михайловском Начинаете пересматривать Эти художественные произведения, Вы видите, что это всё Не с неба свалилось. Это закономерное развитие Народной темы, Найденной в Михайловском. Дубровский приблизил лучину, Сено вспыхнуло, Пламя взвелось И осветило весь двор. «Ах, ти!» Жалобно закричала Егоровна. «Владимир Андреевич, Что ты делаешь?» «Молчи!» Сказал Дубровский. «Ну, дети, прощайте. Иду, куда Бог поведёт. Будьте счастливы С новым вашим господином. Отец наш, кормилица, Отвечали люди, умрём, Но не оставим тебя. Идём с тобою». Лошади были поданы. Дубровский сел с Гришу и в телегу И назначил им местом свидания Кистенёвскую рощу. Антон ударил по лошадям, И они выехали со двора. Поднялся ветер. В одну минуту пламя Обхватило весь дом. Красный дым вёлся над кровлею. Стёкла трещали, сыпались. Пылающие брёвна стали падать. Раздался жалобный вопль и крики. «Горим! Помогите! Помогите!» «Как не так?» Сказал Архип с злобной улыбкой, Взирающей на пожар. «Архипушка!» Говорил ему Егоровна. «Спаси их, окаянных! Бог тебя наградит!» «Как не так?» Отвечал кузнец. Всю минуту приказные показались в окно, Стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, И вопли утихли. Вскоре вся дворня выспала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь. Ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, Избы загорелись. «Теперь всё ладно», — сказал Архип. «Каково горит, а? Чай из Покровского славно смотреть». «Ну, ребята, прощайте», — сказал он смущенной дворне. «Мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом». Кузнец ушёл. Пожар свирепствовал ещё несколько времени. Наконец унялся. И груды углей без пламени ярко горели В темноте ночи. И около них бродили погорелые жители Кистенёвки. Старики-крестьяне из села Кистенёвки, Что под Леболдины, выделенного Пушкину отцом, Уверяли, что всё происшествие, Описанное Пушкиным в романе «Дубровский», На самом деле имело место по соседству с Кистенёвкой. В конце ноября 1832 года Пушкин прерывает работу над романом. В это время его заинтересовал рассказ О родовитом офицере Гренадерского полка Крестнике императрицы Елизаветы Петровны Шванчичи, Попавшем 8 ноября 1773 года В плен к Пугачёву И перейдя на сторону восставших, Присягнувшего Пугачёву. В январе 1833 года Пушкин набросал план повести о Шванчичи, Будущей капитанской дочке. Он обратился к военному министру Чернышеву С просьбой предоставить ему для изучения Следственное дело о Пугачёве. Изучая архивные материалы о Пугачёвском восстании, Пушкин вернулся к Дубровскому И с 14 декабря 1832 года По 6 февраля 1833 года Дописал последние 11 глав романа. Ночь была темна, Небо покрыто тучей, Так что в двух шагах от себя Нельзя было ничего видеть. Но Марья Кириллна шла в темноте По знакомым дорожкам И через минуту очутилась у беседки. Тут остановилась она, Дабы перевести дух И предстать перед Дефоржем С видом равнодушным И неторопливым. Но Дефорж Уже стоял Перед нею. Благодарю вас, Сказал он тихим и печальным голосом, Что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был в отчаянии, Если бы вы на то не согласились. Марья Кириллна отвечала Заготовленную фразою. Надеюсь, Вы не заставите меня раскаяться В моей снисходительности. Он молчал И, казалось, Собирался с духом. Обстоятельства требуют. Я должен вас оставить, Сказал он наконец. Вы скоро, может быть, услышите, Но перед разлукой Я должен с вами Объясниться. Марья Кириллна Не отвечала ничего. В этих словах Она видела предисловие К ожидаемому признанию. Я не то, что вы предполагаете, Продолжал он по тупе голову. Я не француз Дефорж. Я Дубровский. Марья Кириллна Воскрикнула. Я поселился в вашем доме. Эти три недели Были для меня днями счастья. Их воспоминание будет Отрадой печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, После которого мне невозможно Долея здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, Сей же час. Но прежде я должен был вам Открыться, Чтобы вы не проклинали меня, Не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, Что он рожден был для иного назначения, Что душа его умела вас любить, Что никогда... Тут раздался легкий свист, И Дубровский умолк. Он схватил ее руку, Прижал к пылающим устам. Свист повторился. Простите, Сказал Дубровский, Меня зовут. Минута может погубить меня. Он отошел. Марья Кириллна стояла неподвижно. Дубровский воротился И снова взял ее руку. Если когда-нибудь, Сказал он нежным И трогательным голосом, Если когда-нибудь Несчастье вас постигнет, И вы ни от кого не будете ждать Ни помощи, ни покровительства, В таком случае Обещаетесь ли вы Прибегнуть ко мне, Требовать от меня всего Для вашего спасения? Обещаетесь ли вы Не отвергнуть Моей преданности? Марья Кириллна плакала Молча. Свист раздался В третий раз. Вы меня губите, Закричал Дубровский. Я не оставлю вас, Пока не дадите мне ответа, Обещаетесь ли вы Или нет. Обещаюсь, Прошептала бедная красавица. Взволнованное свиданием С Дубровским, Марья Кирилловна Возвращалась из саду. Ей показалось, Что все люди разбегались, Дом был в движении, На дворе было много народу, У крыльца стояла тройка, И издали она услышала Голос Кирилла Петровича И спешила войти в комнаты, Опасаясь, Чтобы отсутствие ее Не было замечено. Дубровский, Историко-бытовой роман, Широко обобщающий Быт и нравы Начало прошлого века. Перед нами в романе Три мира. С большой теплотой И сочувствием Изображается Крестьянский Подневольный лют, Презренное, Крапивное Семя чиновников-казнокрадов, И, наконец, Барство дикое, Без чувства, Без закона. Старинный быт Русского дворянства В лице Троекурова Изображен С ужасающей верностью, Писал Виссарион Григорьевич Белинский. В какой-то мере Пушкин и Дубровский Пишет в своей прекрасной книге Жизнь поэта Арнольд Лич Гессен Сливаются в романе В одном образе, Протестуя против позорного Рабства, Крепостничества И насилия Над человеческим духом. Роман Впервые опубликован Лишь после смерти Александра Сергеевича Пушкина В 1841 году В посмертном собрании Сочинений. Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен, Молчит его святая лира, Душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, Людской чуждается молвы, К ногам народного кумира Не клонит гордой головы. Бежит он, Дикый и суровый, И звуков, И смятенья полн, На берега пустынных волн В широкошумные дубровы. Субтитры подогнал «Симон»